Друзья, всем привет! С вами Виктория. Сегодня готовлю печенье на сметане. Получается такое печенье немного хрустящее снаружи и мягкое внутри с приятным сливочным вкусом. Готовится очень просто. Полный список ингредиентов я вам оставлю в описании под видео. Сливочное масло нужно заранее достать из холодильника, чтобы оно стало мягким. Тесто для этого печенья замешивается очень быстро, буквально за 5-10 минут. В миску просеиваю 240 грамм муки. Муки может понадобиться чуть больше или меньше. В конце я вам укажу точное количество, которое мне понадобилось. Просеивая муку, мы насыщаем ее воздухом и нам будет легче замешивать тесто. К муке добавляю 90 грамм сахара, это примерно 6 столовых ложек. Ванильный сахар 2 чайные ложечки и 1 чайную ложку разрыхлителя. Добавляю щепотку соли и все хорошо перемешиваю. Далее в сыпучие ингредиенты добавляю 100 грамм размягченного сливочного масла. 170 грамм жирной сметаны. У меня сметана 30% жирности. Лучше брать сметану пожирнее. И 1 столовую ложку экстракта ванили. Вместо ванили можно добавить сок лимона, цедру лимона или, например, корицу. Все зависит от ваших предпочтений. И начинаем все хорошо перемешивать. Сначала я это делаю ложкой и затем буду замешивать руками. Слишком долго вымешивать это тесто не нужно. Как только все собралось в комок, тесто вымешано. Тесто должно получиться мягким и уже не липнущим к рукам. Посмотрите. Заворачиваем его в пищевую пленку и убираем в холодильник минимум на 30-40 минут. Пока тесто остывает в холодильнике, подготовим противень. Его нужно перестелить пергаментной бумагой и включим духовку разогреваться на 180 градусов. Достаю тесто из холодильника. Стол немного припыляю мукой. Тесто тоже немного припылю мукой и раскатываю его в пласт толщиной максимум 1 сантиметр. 7-8 миллиметров толщиной будет достаточно. И с помощью вот такой вырезки, вырезку я тоже припудрила мукой, буду вырезать печенье. Можно это сделать с помощью любого стаканчика или бокальчика. Убираем излишки теста и перекладываем печенье на противень, переложенный пергаментной бумагой на небольшом расстоянии друг от друга, чтобы оно не слиплось. Отправляем запекаться печенье в духовку разогретую на 180 градусов, ориентировочно на 15-20 минут. Ориентируйтесь на особенности вашей духовки. Печенье у меня запекалось в течение 25 минут, поэтому смотрите по своей духовке и по тому как вы раскатаете печенье. Чем печенье у вас будет толще, тем дольше оно будет у вас запекаться. Из данного количества продуктов у меня получилось ровно 37 печеней, 37 штук. Посмотрите, получается печенье мягкое, с приятной корочкой сверху и очень вкусное. Сахар можно тоже регулировать по вкусу, все зависит от ваших предпочтений. Готовое печенье перекладываем на блюдо, ставим чай. Получается очень-очень вкусно, быстро, просто. Обязательно приготовьте такое печенье, понравится и деткам и взрослым. А я всем желаю приятного аппетита. Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Прекрасной вам выпечки и до новых встреч с новыми рецептами. С вами была Виктория. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok